За последние две недели на Колыме после длительного снижения зарегистрировали подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом губернатору Сергею Носову сообщили на оперативном штабе в правительстве региона. Показатель заболеваемости за прошлую неделю выше почти в два раза, чем за последнее время. Фиксировали рост инфицированных в Магадане и пяти городских округах. Положительные тесты исследуют на новый штамп «Омикрон». Еженедельно не менее 10% всех положительных проб направляются в московский НИИ эпидемиологии для полногеномного секвенирования. Так, за последнюю неделю мы отправили 91 пробу. Но на сегодняшний день лабораторного подтверждения случаев циркуляции нового геноварианта нет. Губернатор отметил, что между взятием маска на COVID-19 и результатом проходит больше недели, поскольку на обработку данных нужно слишком много времени. И есть опасность того, что за последнее время «Омикрон» таки дойдет на Колыму. Мы знаем сегодня из всех средств массовой информации, что скорость распространения «Омикрона» просто фантастическая. Зевнул и 100 человек заразил. В течение суток они заболели. То получать информацию, что «Омикрон» здесь через неделю, согласитесь, немножко странновато. Светлана Корсунская ответила, что уже на этой неделе область получит нужную диагностику. И отправлять результаты в Москву не придется. «Омикрон» смогут определить в Магадане. На данный момент официально подтвержденного «Омикрона» на Колыме нет. Жалобы на бродячих собак участились. На днях прошла еженедельная прямая линия мэра Магадана. Жители областного центра рассказали, что нападения животных участились. Люди регулярно нарушают правила выгула собак. Решить проблему кардинально муниципалитету не удается, поскольку федеральное законодательство не регулирует вопрос даже об административной ответственности нарушителей. Мы ждем, что сейчас будут внесены поправки в федеральный закон. Президент давал поручение в прошлом году подготовить законопроект, внести в Государственную Думу. Сейчас ждем второе чтение с тем, чтобы получить какой-то инструмент, с помощью которого мы сможем воздействовать на тех хозяев, которые безответственно относятся к содержанию своих домашних питомцев. Еще одна проблема – безнадзорные животные. На решение деньги выделяют – это отлов, транспортировка и стерилизация. Однако в Магадане всего один частный приют, куда можно отдать такую собаку. Поэтому мест на всех точно не хватит. Мэрия ищет возможность сделать приют больше. Нужно помогать материально, нужно закупать клетки. Сейчас, кстати говоря, эти клетки неплохо производят в учреждении в колонии на Уптаре. Мои сотрудники находятся сейчас в командировке в Тенькинском районе. Губернатор сказал, что там есть опыт. Поехали изучать этот опыт работы Тенькинского района с тем, чтобы увеличить количество мест в приюте. Мэр Магадана отметил, если вы видите, что собака ведет себя агрессивно, нужно звонить в 112. Стоит рассказать, как выглядит собака, где находится. Специалисты приедут для того, чтобы отловить ее или обездвижить. По статистике, большинство покушанных – дети. В ближайшее время для школ выпустят памятки. На базе Центра медицинской профилактики в связи с острой ситуацией по коронавирусу открыли работу колл-центра. Главной задачей остается консультирование пациентов по телефону. Центр начал работать буквально с сегодняшнего дня. В данный момент еще пока не в полную мощность, потому что нет такой необходимости. Но когда будет необходимость, то будет в две смены работать с 8 утра до 8 вечера. В данный момент операторы могут принять 28 звонков за раз. В дальнейшем ожидается загруженность до 1000 звонков в день. Номер единого колл-центра – 122. В консультативный центр будет вести аудиоконтроль пациентов, переболевших с коронавирусом. Этот аудиоконтроль будут вести медики. Также при очень большой загруженности будут привлекать студентов-медиков и волонтеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова